Аферисты работают по такой схеме Ваша банковская карта заблокирована Свяжитесь с банком по этому номеру Человек звонит А на том конце провода с ним говорит преступник Представляясь сотрудником банка Доверчивые клиенты добровольно сообщают реквизиты своей карты и даже пин-код Вуаля! Через пару минут у мошенника есть полный доступ к счету Все эти смс-рассылки делаются на самом деле на удачу Мошенники совершенно не знают, кому на самом деле реально придет этот смс Клиенту какого банка Наши сообщения подписываются, как правило, в ваш Сбербанк В смс мы указываем достаточно конкретную информацию Что нужно сделать клиенту, чтобы понять суть услуги И указываем, как правило, номер, куда ему стоит позвонить, чтобы обратиться с дополнительными консультациями Причем все смс-сообщения от Сбербанка приходят с номера 900 Что осложняет жизнь злоумышленникам Подделать короткие номера полностью они не могут Номер может быть не 900, а 9 и ОО Там 900 с пробелом Эту подделку всегда можно заметить А если вдруг раздастся такой телефонный звонок? Алло, это вам из Сбербанка звонит Представиться Сбербанком может любой звонящий Если звонит человек и говорит, сообщите, пожалуйста, остаток на счете Или сумму последнего пополнения счета Гарантированы это мошеннические действия Поэтому, безусловно, эту информацию предоставлять не нужно Никогда ни один представитель банка не пришлет вам смс-сообщение Не позвонит и не попросит назвать свой пин-код реквизиты пластиковой карты Это запрещено По телефону Сбербанк, как правило, сообщает только о своих рекламных акциях Он называется телемаркетинг Мы звоним нашим клиентам с предложениями тех или иных продуктов Итак, нехитрые средства защиты от жуликов Не отвечайте на сообщения без подписи, присланные с сомнительных номеров телефонов Запомните номер, с которого вам обычно приходят смс-уведомления от банка Во время разговора с назвавшимся представителем банка задайте уточняющие вопросы Если ответы будут расплывчатыми, это явно мошенники Что ж, верить можно только тем абонентам, чьи номера записаны в памяти вашего мобильного телефона А на неожиданные сообщения и звонки лучше не реагировать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова